Из-за пандемии коронавируса многие болезни буквально отошли на второй план, но ведь они не перестали существовать. Более того, в таких условиях они могут стать еще опаснее. В первую очередь это касается онкологии. Так что же делать онкологическим больным? Об этом мы и поговорим сегодня. Здравствуйте! В прямом эфире телеканала ЖТСУ программа «Сегодня». И у нас в гостях хирург, онколог и мамолог, директор медицинского центра «Авсар-Мед» Гусенов Асиф Рашанович. Здравствуйте! Здравствуйте! И прежде чем мы начнем, хотелось бы напомнить уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 40 0109, код города Талдукурган 87282. Кроме того, вы можете написать нам сообщение на номер ватсап, который сейчас видите на своих экранах. Пишите, звоните, мы обязательно ответим на все ваши вопросы. А мы начинаем. И в самом начале давайте все-таки разберемся, что же такое онкология и есть ли возможность избежать возникновения ракового заболевания. Довольно-таки широкий вопрос. Что такое онкология, в общем смысле, я думаю, население понимает. Но слишком на терминах не буду объяснять, потому что это сложно будет. Объясню просто. Онкология – это механизм возникновения злокачественной опухоли. Как возникают у нас опухоли? То есть клетки нашего организма склонны к делению. Каждый раз клетки делятся, обновляются. Какие-то клетки погибают, возникают новые. И существует такой механизм, как апоптос. То есть запрограммированная гибель клеток. Любая клетка, которая возникла, она должна запрограммированно через какое-то количество времени погибнуть, быть уничтожена. А онкология – это опухоль, которая состоит из клеток, которые не имеют в себе этого механизма. То есть они не погибают и бесконечно неуклонно делятся, делятся. И за счет этого механизма опухоль растет. На самом деле в нашем организме каждый день миллионы клеток возникают онкологических. Но за счет того, что у нас иммунитет работает слаженно, они уничтожаются, вовремя обнаруживаются и уничтожаются. И вот как раз, когда на каком-то этапе происходит сбой, то есть либо слишком большое количество клеток появляется, злокачественных, иммунитет не справляется, либо элементарно иммунитет упал и не выполняет свою функцию. Вот два случая, говоря простым языком, когда может возникнуть онкологию. Это причина. Передается ли по наследству? По наследству есть. Механизмов именно онкогенеза, он на самом деле до конца не изучен, но механизмов много. Разных механизмов возникновения опухоли. И один из факторов – это наследственные. Не все опухоли, но есть определенная категория злокачественных опухолей, которые передаются по наследству. В частности, то, с чем я часто сталкиваюсь, это рак молочной железы, рак яичников, он передается по женской линии. То есть от мамы, дочери и так далее. Но это не говорит о том, что все раки молочной железы связаны именно с генетикой. Может быть гены чистыми, но тем не менее опухоль возникнет по другому пути, через другой механизм. Что такое понятие группа риска? Группа риска – это как раз люди, во-первых, у которых есть наследственная предрасположенность, то есть, как мы говорим, отягощенный анамнез, когда близкие родственники страдали онкологией. Это люди, которые были подвержены, к примеру, действию ионизирующей радиации, курильщики, они группе риска по раку легкого и так далее. То есть те, которые склонны к заболеваемости, выше, чем остальные люди. Давайте поговорим о ранней диагностике. Насколько вообще эффективно лечение рака? В какой стадии эффективно лечение? Ранняя диагностика – это прям, можно сказать, наша основная цель. Это то, что может дать победить рак. По статистике первая стадия рака дает меньше смертных случаев, чем простой грипп. Но проблема в том, что на первых стадиях он себя не проявляет. Вот в этом и заключается сложность. На самом деле существуют большие государственные программы скрининговые, которые направлены как раз на то, чтобы выявить вовремя онкологию. Рак молочной железы, маммографию делают. Сейчас по колоректальному раку введен скрининг. Много категорий, которые идут по скринингу, но на местах не всегда и должном уровне это выполняется. Поэтому еще есть куда развиваться, есть куда стремиться. И у нас ранняя диагностика оставляет желать лучшего на самом деле. Можете рассказать, по каким признакам человек сам может определить, что ему необходимо обратиться к врачу? То есть первые признаки, симптомы онкологического заболевания. Вот здесь загвоздка как раз в том, что ранние стадии не дают никаких признаков. Если бы это было, как наш покойный профессор всегда говорил, когда у человека болит зуб, он бежит к соматологу уже утром, просыпается или бежит, или ночью встает и идет к соматологу. А рак, он не болит, и люди не обращаются, просто не обращаются. Существуют рекомендации от врачей, к примеру, два раза в год посещать гинеколога, один раз в год посещать мамолога, один раз в год хотя бы у хирурга побыть, хотя бы раз в год к каждому специалисту сходить, элементарно общий анализ крови сдать хотя бы один раз в год. Если мы будем все это делать, тогда есть шанс, что мы вовремя заподозрим какие-то отклонения и вовремя можем пролечить. И все-таки о симптомах каких-то можно рассказать? Симптомы чаще бывают на более поздних стадиях, которые мы все знаем, отвращение к мясному, похудение, отсутствие аппетита. Но это поздние стадии. Ранние стадии почти никогда не дают никаких симптомов. И тут только остается надеяться на ответственность человека, чтобы он вовремя ходил и проверялся. Только так можно выявить опухоль. У нас есть вопрос от телезрителя. Как раз по этой же теме они спрашивают. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, по каким признакам можно определить рак молочной железы? Здравствуйте. Рак молочной железы. Дело в чем? С момента, как появилась опухоль и до того момента, как она будет клинически определяема, то есть либо женщина сама у себя может прощупать, либо врач может прощупать, уходит около 5, иногда даже 10 лет уходит, чтобы она от клетки выросла до сантиметра, до полтора. Но когда мы ее можем уже найти руками, это уже минимум вторая стадия. Поэтому, чтобы вовремя обнаружить рак молочной железы, нужно делать скрининговые программы. У нас с 40 до 70 лет через год женщины проходят маммографию. Маммография способна увидеть опухоль с 2-4 миллиметров. Зависит от аппарата, от специалиста. И также УЗИ молочной железы от 2 до 4 миллиметров, то есть в самом начале, когда она еще, можно сказать, за 5-10 лет раньше, чем мы ее найдем руками, можно обнаружить опухоль. И, соответственно, как я уже говорил, пролечить ее легче, чем грипп. То есть практически 100% вероятность излечения. Существует такое мнение, что беременность как-то положительно сказывается на лечении вот именно таких заболеваний? Не все опухоли, но да, некоторые опухоли, особенно гормонозависимые опухоли. Беременность сказывается благоприятно. Есть даже разработки, вот у российских коллег есть большие разработки по раку молочной железы и беременности. То есть они как рекомендуют женщинам беременеть, рожать, кормить. И на этом фоне даже те опухоли, которые уже на поздних стадиях, они останавливаются. Она, конечно, не излечивается, но она останавливается и дает женщине шанс гораздо дольше прожить. А вот после онкологии допустимо ли беременеть? После онкологии, если органы детородные не пострадали, не были удалены, то в среднем через 5 лет уже, по идее, разрешается беременеть, рожать. С условием, что она обследовалась, нигде никаких рецидивов, метастазов, ничего нет. То есть излеченные, пожалуйста, они могут рожать. В связи с распространением коронавируса, у нас многие центры страны переходили на работу в определенных условиях, в условиях карантина. Как это коснулось именно сферы онкологии? Тоже перешли на какой-то режим? Это всем понятно, что это в значительной мере коснулось населения в целом и здравоохранения, и онкологии особенно. Потому что, когда мы помним, был прям большая вспышка, когда это около 2-3 недель продолжалось. Да, на самом деле и люди были напуганы, они старались не выходить из домов, не обращались особо за помощью. И были среди врачей, особенно врачи, многие переболели. За счет этого были сложности, что элементарно не было врача, который мог провести лечение или осуществить прием. Были сложности, но сейчас уже работа налаживается, устаканивается. Сейчас мы уже, можно сказать, в прежний режим входим. А были ли приостановлены какие-то операции? Да, во многих-многих клиниках. Многие клиники, как мы знаем, у нас по области закрылись. Вообще полностью перешли на борьбу с коронавирусной инфекцией. Но были клиники, в частности, многопрофильные. Она продолжала работу, но периодически на недолгий срок плановые операции останавливались. То есть плановые операции, которые не требуют незамедленного лечения. То есть там можно, где, грубо говоря, можно подождать и месяц, и два. То есть это плановые операции. Они были приостановлены, отложены. Такое было. Проводятся ли у нас онлайн-консультации для людей, которые больны онкозаболеваниями? Ну, онлайн-консультации, да, они были всегда, они есть, и телемедицина есть. Но с этим есть определенные технические сложности. Во-первых, у врачей не всегда есть время. То есть нужно понимать, что когда ты ведешь прием, тебе выделено 10-15 минут ты с пациентом поговорил, и пациент ушел. Но когда это онлайн-консультация, вот я на себе знаю, что человек будет писать тебе и день, и два, и три, и когда этих людей переходит за десяток, это буквально ты круглыми сутками должен сидеть и смситься. Это практически невыполнимо. То есть сложно очень онлайн-консультации вести. Существует мнение, что пациенты, страдающие раком, наиболее подвержены инфекции и заражению коронавирусом. Так ли это? Ну, пациенты, особенно которые в данный момент проходят лечение, вот химиотерапия, она очень сильно бьет по иммунитету, по организму, да, им нужно прямо на усиленном карантине стараться ни с кем не контактировать. Те пациенты, которые уже пролечены, и у них нет рецидива, нет никакой картины клинической, они, в принципе, от нас мало чем отличаются. К ним нужно относиться, как к остальным здоровым людям. Но нужно понимать, что им тоже нужно беречься больше. Конечно, здесь даже не то, чтобы они подвержены коронавирусу, здесь, если они заболеют коронавирусом, это может ударить по их иммунитету, у них онкопроцесс может заново пойти. Можно подвести какую-то статистику? Вот как вообще в этом году или именно вот в период карантина больше или меньше стали болеть онкологическими заболеваниями? Я не думаю, что онкология как-то связана с коронавирусом. Люди как болели, так болеют. Вообще, в целом, как прогрессируют, больше болеют? Ну, даже по прогнозам ВОЗ, да, онкозаболевания, они неуклонно растут. Их всегда больше. Онкология, она связана с индустриализацией. То есть, чем лучше и комфортнее мы живем, тем больше мы заболеваем. И плюс, если продолжительность жизни населения увеличивается, вот почему западные страны, у них намного больше онкологии? Потому что у них средняя продолжительность жизни гораздо выше, чем у нас. У них больше стариков. А как известно, это болезнь больше стариков. Больше, не всегда, но чаще болеют пожилые люди. Были ли в вашей практике случаи, когда тяжело больные люди излечивались? То есть, какие-то действительно чудесные случаи? Мы все часто слышим о чудесных случаях. Немного в ясность внесу. Чаще всего то, что мы слышим от соседки, от знакомых, это случаи, когда, я на своей практике знаю, ты можешь посмотреть пациента, сказать, что у вас подозрение, к примеру, на опухоль. Либо сказать, что это доброкачественная опухоль, но человек в силу того, что он не имеет медообразования, он тебя неправильно поймет, уходит и говорит, что у него рак, начинает лечиться народными методами. Естественно, он не умирает, живет дальше спокойно. И они потом, вот как, оттуда и выходят эти слухи. А медицинские, да, есть в статистику включены же все случаи. То есть, есть кто-то раньше умирает, чем по статистике, кто-то дольше. То есть, это широкий диапазон. И да, у меня есть наблюдение, когда люди с довольно-таки запущенными стадиями прожили дольше, чем прогнозировала статистика. Да, такие случаи, конечно, есть. Всегда есть из ряда вон выходящие случаи. Давайте тогда сразу поясним доброкачественная и злокачественная опухоль. Вот чем отличаются? Доброкачественная от злокачественных, вот то, о чем я говорил вначале, то есть, у злокачественной клетки нет программы уничтожения клеток. То есть, она растет неуклонно. И злокачественная опухоль, я всегда пациентам объясняю, как чернила на промокашке. То есть, она обладает инфильтративным ростом, она пропитывает себя, она не отодвигает окружающие ткани, просто прорастает их и замещает собой окружающие ткани. А доброкачественная – это опухоль, у которой есть дифференцировка, то есть, она по своей структуре можно понять, из какого органа она. По злокачественной, чем более она злокачественная, они тоже делятся по степеням, тем менее возможно понять, с какого органа она выросла. То есть, она в конце становится больше похожа на эмбриональную ткань, просто растет неуклонно. А доброкачественная, ее всегда можно понять, даже если взять, дать гистологу, не говорить ему, откуда ты ее удалил, он поймет, с какого органа это опухоль. И доброкачественная опухоль, она чаще имеет свою капсулу, она окружающие ткани сдвигает, никакого вреда окружающим тканям не причиняет, она просто их отодвигает, не прорастает. Ну и доброкачественные опухоли не метастазируют, они большой опасности не причиняют. Единственное, есть категория доброкачественных опухолей, которые склонны к перерождению в злокачественные, поэтому они тоже всегда подлежат наблюдению либо лечению. А вот есть такое понятие, как жировики, это тоже является какой-то опухолью? Липома – это доброкачественная опухоль, да, это очень распространенная, одна, наверное, из самых распространенных доброкачественных опухолей. Большой опасности она для нас не представляет. Обязательно ли ее удалять? В зависимости от того, где она располагается. То есть липома, она может появиться где угодно, где есть жировая клетчатка. Если это какие-то внутренние органы, она может просто своим ростом сдавливать, к примеру, проток какого-нибудь органа или куда-то надавить и вызвать дискомфорт либо какие-то проявления клинические. Но чаще мы их видим под кожей. И они просто эстетически дают эстетический дефект. Чаще всего люди из-за этого приходят, чтобы избавиться от нее, чтобы это более эстетично выглядит. А если это касается ребенка, то есть то, что он растет, это как-то никак не может повлиять? То есть она не внутри просто? Нет, если она под кожей, если это действительно липома обычная, опасности она не представляет. Если она начинает бурно расти, если она начинает уплотняться, воспаляться, то есть как-то себя подозрительно вести, они тоже надо понимать, что они могут липому перейти в липосаркому. Это уже злокачественная опухоль, которая очень сложно лечится. То есть так сказать, что это точно доброкачественная? Это специалист должен посмотреть. Конечно, окончательное заключение дает гистолог. То есть когда опухоль удаляется, под микроскопом изучается, тогда уже стопроцентный результат. Но чаще всего такие опухоли, которые постоянно мы имеем дело, мы можем клинически, легко можем понять клинически, что это просто липомы пациенту объяснить, подпаривать его домой, просто наблюдаться, периодически проходить. То, что мы сейчас тоже затронули, то, что у нас у детей появляется, а у нас действительно молодеют онкологические заболевания. Много заболевания молодеют. Есть такая тенденция. А можно сказать, мы сказали про статистику, какими больше, много различных по частям тела, какие-то заболевания, какие больше подвержены? Первое место всегда, сколько я работаю онкологом, всегда делили рак легких и рак молочной железы. Рак легких, понимаем, чаще мужчины, рак молочной железы, чаще женщины, у мужчин тоже там мизерный процент, один процент, по-моему, в случаях, когда у мужчин тоже может рак молочной железы появиться. Но первое место всегда рак легких, рак молочной железы. С раком легких все понятно, это курение, это подавляюще больше 90% случаев, когда выявляем рак легкого, это курильщики. Если люди перестанут курить, то есть если вот сейчас взять и в одночасье все перестанут курить, то рак легкого будет как раньше, как до внедрения сигарет в массы. Тогда рак легкого врачи записывали, это были интересные, редкие случаи, они делились друг с другом этими случаями. Болели в основном те, кто работают на шахтах, на вредном производстве. А как появились сигареты, их уже много, это первое место рак легких. То есть все-таки можно как-то предостеречься какие-то рекомендации, что вот если все-таки вести здоровый образ жизни, то больше вероятности, что такая участь не появится. Конечно, говорят же, береженого Бог бережет. То есть человек, если не будет курить, у него шансы заболеть именно раком легкого. Причем не только легкого, рак мочевого пузыря тоже основная причина курения. Гортань, глотка, пищевод, желудок, даже шейка матки опосредованная. То есть очень-очень много органов сразу уйдут на второй план. То есть не органов, а заболевания этих органов уйдут на второй план, можно будет за это не переживать. Скажите, пожалуйста, правда ли, что существует связь между психологическим состоянием человека и возникновением раковых упаков? Обязательно. Я вначале сказал, что одна из причин, когда падает иммунитет и не справляется с этим потоком, постоянно появляющимся в онкологических клетках. Но иммунитет как раз таки, мы же знаем, от психологического статуса очень зависит. То есть есть ли все время оптимизмом в хорошем настроении? Оптимизмом здорового образа жизни. Конечно, сказать это легко, но делать это сложно. И иногда человек попадает в такие условия, что он просто не может не нервничать. В частности, по раку молочной железы я на своей практике часто вижу женщин, которые, к примеру, перенесли развод. И в течение года-двух, если они это тяжело переживают, а женщины всегда это тяжелее переживают, чем мужчины, в течение года-двух мы часто видим, что у них возникает опухоль. Это явно с психологической картиной связано. А правда ли, что внезапно появившиеся родинки тоже могут быть каким-то симптомом или признаком онкологического заболевания? Родинки у нас на протяжении жизни появляются. Они всегда, каждое лето, как мы позагораем, у нас небольшое количество родинок появляется, особенно у светлокожих людей. Риск есть, но сказать, что каждая родинка опасна, нельзя. Статистически говорят, что одна из миллиона родинок может быть злокачественной, то есть может нести себя в клетки меланомы. Но какая это именно, мы не можем знать. Их тоже нужно просто наблюдать. Там есть пять признаков. То есть если она начинает расти, если она начинает менять цвет, если она, я сейчас не сбиться бы, начинает менять форму, если она изъязвляется. И один признак, когда бывают родинки, на которых волосы растут. Видели же, да? У людей бывает. Если вдруг внезапно эти волосы выпали, то это тоже один из признаков. Но опять же, может быть, четыре признака совпасть на одной родинке, но она будет доброкачественной. И может не быть ни одного признака, и она будет злокачественной. То есть с родинками сложно. Там нужна дерматоскопия, нужен осмотр. То есть если она небольшое подозрение вызывает, лучше от нее избавиться и спокойно жить. И вот удаление родинки, это тоже проблематично? Если удалять, это частый вопрос от пациентов. Если удалять по всем правилам, с соблюдением всех мер необходимых, то это не страшно и не опасно, и ничего не случится. Если удалять как попало, то есть как у нас люди чистотелом прожигают, или кто на что гораст, кто-то ниткой перевязывает вот эти попеломки, конечно, тогда клетки, которые находятся, то есть вот наша кожа, родинка, часть ее возвышается, часть находится внутри кожи. Все вот эти народные методы, они способны ее срезать только верхней. И если она была злокачественной, она, конечно, бабахнет. Если она не была злокачественной, самое страшное, что случится, просто она заново вырастет. Поэтому лучше, чтобы это делал специалист. О методах лечения онкологических заболеваний. Есть хирургические, есть нехирургические. Если нехирургические. На сегодняшний день методов много. В советское время, как мы помним, основные три, они до сих пор у нас самые часто используют. Это хирургия, химиотерапия и облучение. Но на сегодняшний день методов много. Допустим, сейчас очень большие обороты набирает таргетная терапия. То есть таргетная, таргетная, целевая терапия. Это та же таблетированная, у нас ее называют люди таблетированная химия. На самом деле это не химиотерапия. Это лекарства, которые действуют только на опухоль. За ними будущее. Единственное, что они очень дорогостоящие. И даже не каждое государство может себе их позволить. Но это очень хорошее лечение. То есть человек выпивает таблетку, и это лекарство уничтожает только те опухоли, для которых она разработана. То есть окружающие органы ткани никак не трогают и легче. Вот таргетная. Есть сейчас эмболизация распространена. То есть это когда вводится катетер в сосуд, который питает опухоль, и прямо туда вводится целевая химиотерапия. Методов много, но по-прежнему остается самая популярная операция химия облучения. Это самые стандартные, часто используемые методы. Все-таки операция дает, наверное, больше гарантий, да? Есть опухоли, которые нужно оперировать. Есть некоторые опухоли, которые не обязательно оперировать. К примеру, хориом карцинома – это опухоль матки, после родов обычно образуется, пузырный занос еще называют ее. Она лечится химиотерапией чаще всего. То есть она излечима под действием химиотерапии. И вот мы часто видим у бабушек, у стареньких, у дедушек на лбу, на носу появляются такие красные, небольшого размера опухоль, базалиомы. Они лечатся лучевой терапией. И довольно-таки успешно ничего резать им не нужно. Полностью излечиваются. А как вы относитесь к альтернативной медицине, к хитотерапии, например? Ну, во-первых, мы, как говорится, да? Врачи? Как это было? Мы это не проходили, мы это не изучали. И в этой области я не специалист, я не могу много сказать. Все-таки как врачи? Ну, на самом пути я вижу, что то, что говорят эти люди, которые распространяют эти препараты, и то, что на деле это совсем не сходится. Я ни разу не видел от этих препаратов чудесного исцеления. Мы видим иногда улучшение состояния. Когда вот они пьют травяные препараты, это, естественно, им становится легче. Плюс надо понимать, есть еще такой эффект плацебо, то есть эффект пустышки, когда человеку дают пустышку, но говорят, что это супер лекарство, и оно действительно помогает. Это тоже имеет место быть. Когда человек очень сильно верит, ему в течение недели, двух, там, месяца даже может прямо почувствовать улучшение и так далее. Но из лечения я не видел от этих препаратов. Ясно. Время нашей программы подходит к концу, и, может быть, в завершении вам хотелось что-то пожелать или посоветовать нашим телеверителям? Ну, что я хочу посоветовать. Как я уже сказал, никаких признаков и каких-то клинических проявлений обнаружить на ранней стадии у себя невозможно. Человек, который, грубо говоря, через пять лет может умереть от онкологии, сегодня он ей может болеть и жить прекрасно, наслаждаться жизнью, не знать об этом. Поэтому нужно своевременно обследоваться. Хотя бы раз в год посещать врачей, проверять. У нас распространено это желудок, кишечник, молочные железы, легкие. Ну, и, соответственно, вести здоровый образ жизни. Это самое основное. Радоваться жизни, пока есть здоровье. Дай Бог всех здоровья. Да, на позитиве быть, вести здоровый образ жизни, меньше злиться. Уже доказано, что вот эти отрицательные эмоции, как зависть, злость и так далее, они очень сильно бьют по иммунитету. То есть просто быть хорошим исполнительным человеком, и все будет прекрасно. Спасибо большое. Благодарю вас за беседу. Спасибо, что пришли. Думаю, мы все узнали сегодня немало интересного. А я напоминаю, что у нас в гостях был хирург, онколог и мамолог, директор медицинского центра «Авсармед» Гусенов Асиф Равшанович. Спасибо вам еще раз. А мы прощаемся. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok